Я вновь приветствую вас на своем канале. И в этом видео я покажу, как Амна будет делать печенье Рахат Лукум. Это очень простое, эффектное, традиционное печенье. Готовится оно быстро, просто, без особых хлопот. Начинается все, как всегда, с подготовки теста для печенья. Амна берет размягченные 3 брикета по 200 грамм сливочного масла, либо в данном случае это маргарин для выпечки. 1 кг муки без дрожжей, пакетик разрыхлителя, 2 пакетика ванильного сахара. И размягчает всю эту массу своими руками. Принципиально, чтобы масло было размягченным. Его можно нарезать на мелкие кусочки, либо натереть на терке, если оно не до конца размякло. Я спросила у Амны, можно ли масло растопить, скажем, вообще проще бы было. Но она сказала, нельзя, потому что тесто приобретет другую консистенцию, другую текстуру и с ним будет уже сложнее работать. Поэтому вот так. После нескольких минут перетирания всей этой массы, итоговое тесто должно получиться похожим на мокрый песок после легкого дождя. Далее идут 3 больших фермерских яйца с небольшой капелькой ромового экстракта. Ромовый экстракт, это, конечно же, не настоящий ром. В нем нет алкоголя. Это просто бутылочка с цветной жидкостью, с ароматизаторами и парочку канцерогенов. Используют его для того, чтобы придавать выпечке не такой ненавязчивый ромовый аромат. Но самое главное, он заглушает вот этот навязчивый яичный запах в выпечке. Вот этот зимний. Ромовый экстракт, это очень вкусный. По видео кажется, что тесто стало вдруг каким-то влажным. Но я вас уверяю, ничего не добавлялось, никакой воды. Просто эта яичная смесь делает из этого теста такую пластилиновую массу. Мамна его продолжает замешивать пока. Из всего этого не получится такой единый плотный конгломерат. Тесто разделяется на несколько частей, колобков, чтобы с ним было проще работать. Как вы уже поняли из названия печенья, сегодня начинкой послужит рахат лукум. Вот в таких вот упаковочках он был привезен из Палестины, из шхема или наблюса. Он изготовлен из очень простых ингредиентов. Его используют для выпечки, для всяких сладостей, ну или так просто в пищу. Подготавливаются противни и начинается творческий процесс создания печенья. Мне никакая выпечка не будет вкусной, если ее перед этим не пожумкают маленькие ручки. Далее я не буду засорять эфир своими навязчивыми комментариями. А лучше посмотрите сами, как делается печенье. Ты? 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 Субтитры создавал DimaTorzok А вот вариант еще одной начинки. Это перемолотые орехи вместе с сахаром и чуть-чуть корицей. Орехи могут быть абсолютно разные, может быть только грецкие, может быть смесь. Процесс лепки точно такой же. Смесь очень податливая, формируется маленькая сигара, она вкладывается в тесто. Единственный нюанс, тесто немножко хрупкое, поэтому когда вы вкладываете начинку и сворачиваете полумесяцем, тесто может немножко трескаться и начинка просвечивать. Но это не влияет на конечный результат, то есть в печке ничего не разваливается. Печенье выпекается при 180 градусах примерно 10 минут, но нужно смотреть. Вот такая красота в итоге получается. Ее можно по желанию присыпать сахарной пудрой. И пойдемте уже дегустировать на наше любимое место. Вы достойны побаловать себя этим печеньем, поэтому приготовьте и напишите, как у вас получилось. А пока я прощаюсь с вами. Огромное спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!